Совсем скоро наступит 31 декабря, а это означает как минимум три вещи. Во-первых, в ближайшие две недели каждый из нас будет судорожно бегать по магазинам в поисках подарков для родных и близких. 31 декабря все мы усядемся перед телевизором и будем смотреть «Иронию судьбы» или «С легким паром». Ну а в-третьих, на новогоднем столе у каждого из нас будет наш любимый салат с детства под названием «Оливье». К сожалению, я не могу посоветовать вам, какие подарки стоит купить близким. Ну, по крайней мере, пока у меня нет рекламных контрактов. Я вряд ли расскажу вам что-нибудь новое про «Иронию судьбы» или «С легким паром». Вы и так ее видели уже тысячу раз. А вот про «Оливье»? Про «Оливье» не есть что вам рассказать. Поэтому, без лишних слов, давайте начинать. Всем привет! Федоров здесь. И сегодня мы с вами готовим мой твист на «Оливье». Знаете, в чем штука? Колбаса? Колбаса, она приелась. Вареная курица? Но она никакая. Да, она очень неяркая. А в новогоднюю ночь хочется чего-то этакого, такого, знаете, праздничного, яркого, веселого, интересного. Именно поэтому я и хочу поделиться с вами своей версией «Оливье» с раковыми шейками и яблоками. Если же это видео вам зайдет, то не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк и оставить какой-нибудь комментарий. Ну, а мы начинаем. Ингредиенты. Начнем мы с классики. Разумеется, в салат идет картошка, морковь, яйцо и горох. Помимо обычных свежих огурцов, я также буду использовать корнишоны. Для своего «Оливье» я выбрал два типа мяса. Это будет куриная грудка, а также раковые шейки. Как и обещал, в салате будет зеленое яблоко. Ну и заправлять это все мы будем, разумеется, майонезом, солью и перцем. Самое долгое, что занимает в подготовке «Оливье» – это морковь и картошка. Поэтому, без лишних слов, давайте быстренько очистим их и закинем вариться. Морковь готова. Приступим к картошке. Картошку и морковь мы будем готовить вместе в одной кастрюле. Готовить я их буду в течение 40 минут на среднем огне, предварительно посолив. Помимо картошки и моркови, следующий ингредиент, который довольно долго готовится – это курица. Поэтому давайте-ка мы с вами ее быстренько посолим, поперчим с обеих сторон. Затем нашу курицу поставим жариться. По 5 минут обжарим ее на сильном огне с каждой стороны, после чего переведем огонь на средний, накроем крышечкой и оставим еще минут на 5-10 потомиться до полной готовности. Последнее, что нам нужно приготовить для нашего салата – это куриные яйца. Тут я вам рассказывать ничего не буду, уверен, вы и без меня справитесь. Поэтому отвариваем яйца вкрутую. Пока наши овощи и курица варятся, приступим к нарезке овощей. Начнем мы со свежих и маринованных огурцов. Мне, если честно, очень нравится сочетание свежих и маринованных огурцов, потому что свежие огурцы, сюрприз-сюрприз, делают ваш салат более свежим, а маринованные же огурцы добавляют в ваш салат некой кислинки, что делает его вкус более интересным и ярким. Следующий на очереди – это зеленое яблоко. Яблоко я добавляю для хруста. Иногда вместо него я также использую красный лук. Вот такая вот у нас красота с вами получается. Ну, а я спешу напомнить, что мы все-таки не витаминный салат готовим, поэтому в следующем на очереди у нас идет яйцо. Курица приготовилась, теперь давайте ее быстренько нарежем. Теперь шинкуем морковь. Картошка. Мы с вами уже на финишной прямой. Но сперва позвольте мне вам рассказать небольшую историю происхождения салата Оливье. Жили-были, значит, три брата. Ниф-Ниф, Наф-Наф и Люсьен Оливье. Я, если честно, просто даже не знаю, как их звали, но это и не имеет значения. Приехало, значит, во второй половине 19 века семейство Оливье покорять Москву. Люсьен Оливье оказался стартапером и решил открыть свой ресторан, который он назвал Эрмитаж. В этом ресторане Люсьен почивал московскую публику высокой французской кухней. Но, как и все остальное, высокая французская кухня через какое-то время надоела московской публике. И тогда Люсьен решил изобрести свое собственное гениальное блюдо, которое затем назвали в его честь – Оливье. Кто бы вам что-то мне рассказывал, настоящий исконный рецепт Оливье не знает никто. Знаем мы это только лишь по слухам современников. Туда идет рябчик, черная икра и прочие замечательные ингредиенты, которые мы с вами легко можем позволить в такой замечательный год, как этот. Шли года, но концепция Оливье оставалась неизменной. Туда всегда идет мясо, овощи и мазик. Вот вам и Оливье. Теперь горошек. Я, если честно, небольшой любитель большого количества гороха, поэтому я добавляю всего лишь пол маленькой баночки на такое количество других ингредиентов. Потому что мне кажется, иначе горох начинает перетягивать весь вкус на себя. Следующее – это раковые шейки. Кто не знает, это, по сути, жопки раков. Вы можете, в принципе, сами купить себе раков, отварить их, оторвать хвосты и использовать их. Я же использую покупные. Ну и напоследок – соль, свежемолотый перец, ну и, разумеется, мазик. С майонезом будьте осторожнее, не превратите ваше Оливье в кашу. Тщательно перемешав, наш Оливье готов к подаче. Подаю я его с тостами, зеленым луком и красной икрой. Кстати, в последнее время везде использую зеленый лук, прям подсел на него. Вы можете подавать свое Оливье как хотите, но вот одна к вам просьба – не используйте петрушку и укроп. Ну, правда, ну, стрёмно это смотрится в Оливье. Ну, а я вам желаю побольше классных рецептов для вашего праздничного стола. До новых встреч, ребят, и пока! Субтитры подогнал «Симон»!